Более 8 тысяч километров дорог, свыше 30 регионов страны. И все это ради чистого воздуха. Автопробег-отпуск на автомобиле несколько дней назад стартовал из северной столицы России. Сегодня к колонне экологичного транспорта присоединился Ульяновский автопром. Старт всероссийской акции для моделей губернских авто на газомоторном топливе «УАЗ-Профи», «Газель-Соболь» и автобус «Семас», «Данс-Автозавода» и «Суза-БАЗ». В Ульяновск пробег зарулил не случайно. Тема расширения применения газа в качестве моторного топлива в нашем регионе активно развивается при поддержке губернатора области. Россия богат природным газом. Это первое. Это общая стратегия развития государства. Это субсидии со стороны государства именно на технику, которая работает на компромированный природный газ. И в первую очередь это еще экология, потому что со стороны государства идут постоянные ужесточения экологические по безопасности. Автомобили, работающие на природном газе, и выброса значительно меньше и твердых частиц, и все. То есть более экологичные. По данным специалистов, применение природного газа в качестве моторного топлива уменьшает расходы автолюбителей практически в два раза. Более того, выброс углекислого газа в атмосферу у машин на метане в три раза ниже по сравнению с транспортом на бензине. А еще в выхлопах газового транспорта в целом отсутствует сажа и соединение серы, за счет чего уровень задымленности воздуха понижается сразу в девять раз. Особенно часто о переходе на голубое топливо автолюбители задумываются с очередным скачком цен на черное золото. В таком случае использование метана еще и существенно сокращает расходы на топливо. Пробег на этой машине в деньгах – это рубль 10 на один километр. Пробег на любой бензиновой или дизельной машине – это примерно 4,5-5 рублей. Вот простая экономика. Если у вас очень много денег, ну потратить на что-то другое. На что-то другое потратить. Помогите кому-то. Зачем тратить эти деньги просто на загрязнение окружающей среды. Смена доминирующего энергоисточника для общественного транспорта Ульяновска активно набирает обороты на Семазе. Руководители и участников пробега с особенностями производства знакомых каждому жителю города с синих автобусов ознакомили прямо не отходя от сборочных станков. Запустить газ в баке 300 легковых машин намечено уже в этом году. Эксперты уверяют, в следующем цифры будут только расти. Сделать проект газификации транспорта приоритетным в регионе поспособствовала победа области в конкурсе федеральном. В Ульяновской области федеральный центр помогает финансово строить объекты заправки природным газом. То есть предприниматели, бизнес, который построил такой объект, получает возмещение затрат. Причем существенное возмещение затрат. И второе направление федеральный центр помогает нам переоборудовать транспортные средства на газ. Порядка 20% мировых запасов газа сосредоточено в России. С 20 июля вступила в силу обновленная программа транспортной газификации. Затраты на перевод личного авто с бензина на метан в размере 60% от общей стоимости услуги покрывают субсидии из госбюджета. Еще 30% возмещает маркетинговые программы газодобывающих предприятий. Таким образом владельцы автомобилей заплатят лишь оставшиеся 10%. Сейчас показывает, что по газу у нас половина бака. То есть нам еще где-то на 150 километров топлива хватит. Это как раз до Димитровграда. Все достаточно просто, автоматически, никогда не нужно что-то переключать, включать. И когда топливо закончится, автоматически машина перейдет на бензин. Оставлять за спиной сотни километров именно российских дорог в связи с коронавирусными ограничениями в этом году актуально как никогда. Развитие внутреннего туризма стимулировало правительство России. Совместить приятное с полезным, исколесить всю страну и проверить на себе, насколько удобно, интересно и экономично путешествовать по своей родине на личном авто, питающемся метаном. Инициатива самих участников пробега. Как поется в песне «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Очень все красиво, человек едет, наслаждается. Завершить автопробег планируется 2 октября в якутском городе Мирный. Яна Федорищева, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ.